Дмитрий 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 вот я обнаружил вот такого длины водил до пальцев целую веточку и вот с этой вот веточки вот такой блюдо-то и пошло вот это все пошло вот это чудо по всей россии ты знаешь что мы теперь с тобой уже чуть ли не сказал каком месте находимся нас уже обошли давно целое здоровенное деревья вот такие вот уже молодцы а начиналось все вот такого молодцы вот здесь у меня днепровский привит персик но его надо обязательно укрывать он крупный крупноплодный а этот но нам для наших регионов для нашего холода сибири это уже за счастье вот он пожалуйста но вот нисколько не крупнее здесь теневая часть видишь этой актинидия меня заплела немножко это привитый так ну молодежь еще есть у тебя показывать не будем уже ну вот короче так будут созревать ну я тебе кстати вот она молодежь и смотри уже первые персики висят вот они это тоже не привитый вот ну вижу укрывал интереса привитые не укрывал тогда давай колись дальше она что он привитый но я уже в прошлый раз еще раз еще раз на этот же вот персик посадил в косточку и на него же привил потом вот я и говорю это на сливу я не стал прививать потому что в логике не поддается почему но привил бы ты на манджурский абрикос на китайскую сливу как у тебя получилось что сенец на сенец что же это такое какой сеянец я на сеянец культуру прививал вот хасанский понимаешь вот все и вот эту штуку а потом вот с этих привитых срезают ах с привитых с привитых конечно раз я говорил гене не 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 сеянец а то тогда я думал сенец на сеянец смысл вот именно вода водянистая еще таки откуда же летмару столько сделаешь не знаю ну по крайней мере у нас это за счастье мы уже сколько имеем этого персика давно давно вот ничего и эти я тебе ничего ничего это они попадали это я говорю всем вслух значит до косточки мелкие косточки в них мелкие это очень даже приятно до мяса много но у меня было все который обиделся почему такие мелкие вот объясняет для всех мы чернобаевым вот с этим вот гражданином чернобаевым имеем два практически одинаковых сада и сад чернобаева я называю мы делились черенками у нас у многих общеподвое похоже сибирская сибирка уссурийская груша так да да единственная сливы твои на абрикос понапрививал а вот это вот вот и нормально живут вон они венгерки вон там красный до сих пор дмитрий до сих пор загадка хоховека дело в том что ну что что вот они ну вот они вот они я тебе не давал таких такого цвета они были темно синие темно-синие давал . ну не знаю вот в этом году они у тебя по синей они у тебя розовее были они розовые они еще поспеют а ну может быть еще порозовеешь я считал что это есть это венгерка ладно грушевидные розовые мы от мы отвлеклись от персиков и так значит я я последнюю скажу я отключу этот самый прибор самое главное скажу значит у нас мы пальчики так называем у нас практически все одинаково и когда я с этого сада беру и продаю вам уважаемые господа косточки семечки черенки вот с чистой совестью потому что это два сада в их основе одни и те же сада и главное это не нарисованы и как эти не дело в том что я могу дополнить давать все вот это это именно от тебя пошло то есть первый персик я у тебя покупал два персика мы тогда были просто мы не были знакомы путем так это так 1 гора 1 горожане да и посадил у дочери взять и там они довольно таки долго сначала я юрты эти дел помни же да да и по тысячи плодов с 1 5 лет его ужас было там мелочи на кошмар кошмар и кстати здесь было тоже кошмаром прям улеплено вот все ветки вот то что вот это да вверху сейчас они пустые ну это молодые в основном они поросли а были вот так же улеплены на подпорках все ставил это было немерено и потом уже с тех хасанцев ну хасанский сок я уже начал это размножать на час у меня шишку садить 6 деревцов и сейчас буду пробовать еще экспериментировать с этим днепровским некоторые сорта у нас не выживает вот жестовского был днепровский потом осенний сюрприз и что же а и белгородский в эту зиму померли хотя зима мягкой было ты понял и укрытые были не выдержали днепровский остался я это проходил но днепровский крупный у меня киевский ранний умер 20 лет назад больше я кроме хасанского ни с кем не связывал я сейчас не хочу связываться но еще на днепровском за это чем плохо ты знаешь какое счастье угощать людей у них гола глаза больше персиков становится человек родом с краснодара вот у меня друг в абакане я ему как-то коробочку набрал этих персиков угостил привез туда знаешь сначала не понял юмора потом вы здесь совсем охренели охренели персик сибири а по вкусу он будет такой же как и там только что мельче лучше все в шоке кто пробует я недавно это самое мне надо было вообще когда долго долго это самая беседа магазинные да да давай заканчивать будем значит косточки мы с тобой делим тебе на проращивание мне на продажу да хорошо все заканчиваем у меня саженцы есть он сам знаешь уже эти ну ну что но бывает иногда один год вот они все проверили чего потонули все схожесть у них стопроцентные паразиты всходят буквально ну бывает может там из 100 косточек две-три не взойдет то есть это саженцы не появится на другой год смотришь половину где-то только взошло а вот скажем взошло а потом аж на следующий год то через год остальные всходят черти вы знаете что в них засечена не могу понять результат на лицо да сейчас я отключаю фильм и сейчас тебя сфотографировать с этим вот все до свидания друзья этот разговор бесконечный вот тоже не даешь выключить эту твердое 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 на счет стоит уже про продавливаться на а ну сейчас не я свои то у меня начали падать я же не могу их есть видеть это я тебя жалую показываю если у тебя камера включенные посмотри как он это разваливается косточка легко отделяется и вот это ложится не дразни людей есть на держи не дразни людей приедут нам можно набить от от зависти все дмитрий покажи личико и языка выключают ну хватит пойдем